Ну что, есть кто живой? Я вас дико поздравляю с тем, что вы наконец-то сдали математику и физику, делитесь впечатлениями, как у вас всё прошло, хуже или лучше это было, чем химия. Насколько я знаю, по физике и математике, в принципе, никаких сюрпризов не было, всё было вполне ожидаемо, вполне решаемо. Поделитесь, может быть, всё было не так просто, потому что мне кажется, что уже два года подряд химики, они вот прям вот выделяются среди всех предметов. Почему-то именно по химии хотят сделать самые сложные задания, самые новые, которые никто никогда в жизни не видел, а по остальным предметам, в принципе, всё плюс-минус обычно, всё плюс-минус стандартные сборников для подготовки от FIPI. Ну, не знаю, может быть, кто-то хочет поднять химию с колен, чтобы она стала у нас great again, но мне кажется, что с таким успехом 2022 уже никто химию сдавать не будет, но посмотрим. Я желаю дикой удачи ребятам, которые будут сдавать биологию 17 июня, давайте, крепитесь, затащите последний экзамен, и уже можно будет наконец-то отдыхать. Ну, а я чуть-чуть отошла от преподавательской спячки и готовлю для вас всевозможные видео о химфаке, о химии в универии, о МГУ и так далее. Ближайшее видео, которое я хотела сделать, это плюсы и минусы обучения в МГУ, но конкретно, конечно же, на химическом факультете. Если вдруг у вас есть какие-то конкретные вопросы, обязательно пишите в комментариях, я постараюсь ответить на них в этом видео. И если вам нравятся такие идеи, рассказывать, допустим, о первом курсе, рассказывать о учебе в универе, рассказывать о химии конкретно в универах, то поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, чтобы я понимала, что это кому-то нужно, это кому-то интересно. Результаты у нас уже будут совсем-совсем скоро, со дня на день, но расслабляться еще рано, потому что если вдруг вы планируете поступать на химический факультет МГУ, на факультет фундаментальной медицины или на факультет физико-химической инженерии, то вам нужно еще подготовиться к одному экзамену, это дополнительное вступительное испытание, вкратце ДВИ. Ну а сегодня я расскажу, как прошел ДВИ в прошлом году и что нас ждет в этом году, будут ли какие-то изменения, ну и в целом мы еще раз проговорим, как нужно готовиться вот к таким экзаменам, дополнительным вступительным испытаниям. В прошлом году ДВИ впервые проходил дистанционно, никогда в жизни такого не было, но как вы понимаете, из-за чего это было, из-за того, что у нас был коронавирус, карантин, но в принципе коронавирус и карантин в Москве конкретно никуда не делись, поэтому, как вы думаете, что в этом году, да, в этом году ДВИ тоже будет происходить дистанционно, и это просто невероятно дичайший плюс для тех ребят, которые живут в дальних регионах. Вот серьезно, если бы так получилось, что у меня не было бы Ломоносова, а я напомню, что я поступала в МГУ по Ломоносову, я ДВИ не сдавала, но если бы у меня не было Олимпиады Ломоносов, если бы мне как бы пришлось ехать, сдавать ДВИ, я бы не поехала, и я, наверное, бы не закончила в МГУ, не училась бы в МГУ, не сидела вот здесь, скорее всего. Я бы пошла в какой-нибудь другой универ, который был бы поближе к дому. Поэтому, ребят, это вообще просто офигенный, огроменный плюс, потому что не нужно тратить деньги, самое главное деньги, потому что билеты стоят каких-то безумных денег, и, соответственно, время на то, чтобы приехать в Москву здесь, написать экзамен, где-то пожить, вернуться обратно, это просто такой плюс, такой плюсище, что вы должны взять свою удачу за рога и поучаствовать ДВИ, потому что, ну, если вы не попробуете, то ничего и не будет. Пока расписания на сайте приемной комиссии нет, но там обозначены некоторые сроки, что расписание должно появиться до 15 июля, а экзамен должен быть проведен до 29 июля. Как мне кажется, примерно между 15 и 29 июля и будет проходить экзамен. Обычно так всегда было, он проходит примерно в конце июля, поэтому что у нас есть время подготовиться, но, опять же, я надеюсь, что у вас есть определенный набор ЕГЭ, который требуется для поступления на эти факультеты. Как прошел экзамен в 2020, в прошлом году? Какие были изменения? Изменения, опять же, самое главное, то, что экзамен проходил дистанционно, еще то, что обычно ДВИ длился 4 часа, в прошлом году ДВИ длился 3 часа, и из-за этого, или не знаю по каким причинам, но, в общем, заданий стало меньше. Заданий обычно 10, а в прошлом году всего лишь 7. Для того, чтобы узнать все тайны проведения ДВИ в прошлом году, я спросила подробности у своей ученицы, которая была у меня в прошлом году и которая успешно поступила на факультет фундаментальной медицины. Вера мне дала инсайдерскую информацию, как было на самом деле, и как вообще, в принципе, в каком формате экзамен проводился. Первое, что нужно было сделать, это, конечно, нужно подать документы, безусловно. Нужно написать, вроде бы, заявление на участие в ДВИ. Все эти подробности написаны на сайте приемной комиссии. Возможно, такие вот экзамены, тесты какие-то, в общем, какие-то вот такие вот работы серьезные, они проводятся с помощью специальной системы прокторинга, чтобы, соответственно, за вами следили, чтобы вы не списывали, и все в этом духе. ДВИ проводился тоже с помощью этой системы прокторинга. Смысл в том, что вы обязательно должны иметь камеру, вы обязательно должны сидеть в какой-то тихой комнате, никто не должен быть рядом. Причем камера, она должна охватывать обязательно вас, да, что в округе ничего такого постороннего не должно быть, никаких людей, никаких подсказок, никаких книг, ничего такого. И помимо этого, вообще, должна быть какая-то дополнительная вторая камера, которая бы фотографировала, ну или снимала поверхность вашего стола, поверхность вашего рабочего места. Опять же, все это сделано для того, чтобы не было попытки списывания, потому что, ну все-таки, ребята, это серьезный экзамен, как и ЕГЭ, тут тоже все серьезно, и как бы списать нам вряд ли получится. На этом сайте обычно тестируются все технические моменты какие-то, соответственно, это звук, это камера. Если вдруг у вас чего-то нет или что-то не работает, то вас не допустят до экзамена. Поэтому первое, что вы должны заиметь, если вдруг у вас какой-то станционарный компьютер, где нет камеры, то нужно обязательно иметь веб-камеру, обязательно нужно иметь микрофон, чтобы наблюдающий имел возможность вас слышать и видеть, это прям 100% обязательно. Но если у вас ноутбук, то, в принципе, с этим никаких проблем не должно возникнуть. Соответственно, вас пускают в некую комнату, ну, например, кто пользовался Zoom, вы представляете, да, что там есть какие-то некие комнаты, в этой комнате сидит надзиратель, смотритель, который будет следить за вами, и еще какое-то количество ребят, не очень большое. Этот надзиратель в комнате видит всех ребят, имеет возможность со всеми общаться, вы видите только самого надзирателя, других ребят не видите, но, насколько сказали, вы могли их слышать. Что если вдруг вам делали какие-то замечания, вы тоже это слышали, и мне кажется, что это немножечко отвлекает, потому что, когда кому-то делают замечания, ты как-то это все равно проецируешь, наверное, на себя, и суммарно накал страстей повышается, что, типа, не надо делать никаких странных действий, потому что если вдруг вас замечали за списыванием, ну, как будто бы за списыванием, или каких-то странных действий с вашей стороны, то вам делали замечания, и я уверена, что там был какой-то предел в плане замечаний, что, скорее всего, если замечали какие-то серьезные нарушения, то все, обычно выгоняют с экзамена, и, соответственно, не дают продолжить, и никаких результатов нет, работу полностью аннулируют. Вы должны около себя держать телефон обязательно, но телефон нужен для того, чтобы в дальнейшем просто сфотографировать задание, и по окончании экзамена отправить их проверяющим. Телефон не использовался как вторая камера, и как способ слежки за вашей рабочей поверхностью. Насколько я знаю, опять же, из моего личного опыта общения с этой системой прокторинга, что, допустим, у вас должна быть хорошо освещенная комната, у вас хорошо должно быть видно, то есть вы не должны быть или пересвечены, или, там, например, затемнены, в общем, у вас какое-то должно быть оптимальное освещение, чтобы все-все было видно. Поскольку у вас включен микрофон, все то, что происходит вокруг, какие-то шорохи, какой-то голос, какие-то, не знаю, странные непонятные звуки, все это слышно. Поэтому вы должны сидеть тихие, как мышки. Я спрашивала у Веры по поводу перерывов. Вроде как бы перерывов каких-то официальных не было, то есть вы должны были три часа непосредственно сидеть за столом, решать вариант. Никаких вот попыток списывания не делайте, потому что, мне кажется, что это чревато. Кроме этого, можно было, в отличие от ЕГЭ, брать с собой воду и шоколадку, но, соответственно, все должно быть без оберток, чтобы никого не смущать. Но, в принципе, воду и шоколадку можно было взять с собой, положить на рабочее место. Если вам нужно было попить или что-то там перекусить, вы могли этим правом воспользоваться. Нужно обязательно предупредить там всех своих соседей по этажу сверху, снизу, сбоку, слева, справа, короче, всех родителей, всех котов, собак, чтобы они вам не мешали сдавать ДВИ. Потому что, с одной стороны, дома, мне кажется, сдавать вообще дико кайфово. Потому что вы в какой-то привычной атмосфере, в привычной обстановке. У себя дома, у себя за обычным вашим рабочим столом, поэтому какой-то процент волнения, он исчезает. Просто из-за того, что вы вот в своей родной комнате находитесь. Но, с другой стороны, вот вы пытаетесь еще объяснить всем и вся, что, типа, это очень серьезно, что не мешайте мне, что, пожалуйста, или удалитесь полностью, чтобы, ну, действительно, там ни телефон не звонил, никто не разговаривал. Чтобы была идеальная тишина, чтобы вы могли сосредоточиться на работе. Я уверена, что, когда вы зарегистрируетесь на ДВИ, вам еще все в подробностях расскажут, все покажут. Может быть, есть какие-то определенные характеристики, допустим, для камеры. Это не была, типа, съемка на какой-то тапок, но чтобы, ну, нормальную плюс-минус камеру, чтобы у вас было четко видно, чтобы там пиксель не был размером с вашу голову. То невозможно было бы понять, чем вы там занимаетесь. Все еще по-любому будет прописано. И я уверена, что если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы вам на эти вопросы, какие-то или технические, с точки зрения проведения, вот нам все-все это ответят. После окончания времени экзамена нужно было показать работу, что вы, соответственно, вот это вот написали. И вот это вот же фотографируете и отправляете куда-то на эту платформу, на этот сайт. И, соответственно, все, экзамен задан. И нужно просто было ждать результатов. Результаты, в принципе, приходят довольно-таки быстро, потому что суммарно сдающих ДВИ по химии не так уж и много. Это не масштабы ЕГЭ, поэтому в течение, я думаю, недели результаты точно приходят. Потому что, насколько я помню, исходя из информации на сайте приемной комиссии, уже до 10 августа нужно прям по-любому дать свое согласие, отправить все необходимые документы, что вот если вы прошли этот порог некий, то, соответственно, вы уже выбираете этот вуз для поступления. Как готовиться к ДВИ в этом году? Ну, глобальная подготовка к ДВИ, она уже не меняется, мне кажется, многие десятилетия. Потому что самое главное, что вы должны знать хорошо для ДВИ, это химию. И, зная теорию, в принципе, вы сможете решить плюс-минус любое задание. Да, задания ДВИ, они не совсем стандартные. Просто нужно хорошо разбираться в теории, отработать эту теорию на определенного вида практики. Конечно, нужно пререшать как можно больше заданий ДВИ прошлых лет. Используйте, опять же, рекомендованную литературу. Литература вся будет по ссылке в описании. И также она написана на сайте приемной комиссии, на сайте химического факультета. В общем, везде-везде, где упоминается ДВИ. И пользуйтесь только этими проверенными источниками, не используйте никакую другую литературу. У меня уже поступили некоторые вопросы. Нужно ли ботать, например, неорганическую, органическую химию, а по третяковую реуту. Для того, чтобы в итоге подготовиться к ДВИ и сдать ДВИ на хорошие баллы. Но, ребят, если вы будете ботать неорганику по третяковую, а что вы будете делать на первом курсе? Ну, нет, не нужно, конечно. Для теории достаточно использовать только начало химии. В начало химии есть вот все то, что вам действительно потребуется для экзамена. Ни больше, ни меньше никто не будет спрашивать. Что конкретно будут спрашивать? Опять же, написано в программе вступительных испытаний. Там все потемно расписано, что вы должны знать. Как готовиться? Вы скачиваете необходимую литературу. По секрету всему свету она есть в открытом доступе в интернете. Поэтому не нужно покупать даже никаких книжек. Вы скачиваете эту программу, смотрите, какие темы вы вообще совершенно не знаете. Вот вообще просто пустой звон для вас эти темы. И начинайте именно вот с тех тем, которые вы знаете хуже всего. Как мне кажется, что хуже всего ребята знают обычно физическую химию, она самая сложная. Потому что физическая химия, она в себе сочетает математику и физику, да еще и химию. И как-то она особо глубоко и подробно в школьной химии не обсуждается. Поэтому да, на физическую химию обратите очень пристальное внимание. Но неорганическая, органическая химия по большей части базируется на каких-то школьных знаниях. Ничего запредельного сложного там нет. Но единственное, может быть, в неорганической химии там очень глубоко, подробно рассматривается химия галогенов. Особенно химия кислород, содержащих соединения. Химия сер, содержащих каких-то кислородных соединений. И так далее. Но, в общем, да, есть какие-то темы, которые, например, на ЕГЭ не встречаются, а в ДВИ обсуждаются. А, конечно, если вы будете использовать Ритякова, то вы прям 100% подготовитесь к ДВИ. Но просто, мне кажется, это немножечко перебор конкретно для такого экзамена. Поэтому используйте более что-то простое. Используйте начало химии. А что касается органической химии, опять же, Реутова не надо использовать. Но Реутов — это чуть-чуть перебор тоже. Используйте начало химии. Что нужно такого эдакого знать конкретно для органической химии на ДВИ? Это всевозможные реакции с карбонильными соединениями. Очень много вот подобных реакций, которые как бы мы пропускаем в ЕГЭ по химии, но вот на ДВИ про эти реакции нужно знать. А всевозможные реакции присоединения по карбонильной группе. Допустим, синильная кислота с гидросульфитом реакции вагриньяра. Вот это вот всё прямо 100% по-любому нужно знать. Но это, ну что, это маленькая темка просто. Если в целом вы знаете органическую химию, а там будет спрашиваться плюс-минус-то обычная органическая химия, которая спрашивалась в том числе на ЕГЭ по химии. Ну, плюс вот ещё вы узнаете какие-то дополнительные реакции, которые на ЕГЭ не спрашивались. А я думаю, что многие из вас эти реакции и так знают, потому что вы же решали всякие дурные варианты, в которых это попадается. Может быть, уже всё это и знакомо. Кроме этого, нужно обязательно иметь представление о химии, гетероциклов, например, азот, содержащих соединений, и также аминокислоты. Насколько мы знаем, для ЕГЭ по химии нужно было знать только две структурные формулы аминокислот, для ДВИ побольше. Но какого-то, знаете, определённого количества аминокислот, которые нужно прям 100% знать, они не говорили. Я советую выучить все 20. Ребят, знаете, через это надо пройти. Может быть, после того, как вы выучите 20 аминокислот, вам уже не понравится биохимия. Ну вот я вам рассказывала, почему я не стала биохимиком. Потому что я замучилась в итоге учить каждый раз, каждому экзамену эти структурные формулы 20 аминокислот. Короче. Вот поэтому моя карьера биохимика не состоялась. Ну, в общем, посмотрите в заданиях, какие аминокислоты встречались. Если они и встретятся, то примерно вот такие, какие были раньше. Плюс ко всему, напомню, что вроде бы за день до экзамена будет консультация конкретно от химического факультета МГУ, от тех людей, которые непосредственно отвечают за ДВИ по химии. И там вы можете задать вопрос, а какие нужно знать аминокислоты? Вот глициноланин мы уже знаем из ЕГЭ по химии. А может быть, есть какой-то определённый набор аминокислот, который нужно знать для ДВИ. Если они скажут, что нужно знать все 20, значит, вы учите все 20. Если они скажут, что, ну, вот эти-эти-эти, скорее всего, не попадутся, ну, на эти-эти-эти вы можете внимания не обращать. Можно ли самостоятельно подготовиться к ДВИ по химии? Да, конечно. Я знаю очень большое количество примеров ребят, которые подготовились самостоятельно, и, соответственно, это посильно. Особенно, если у вас есть некая база по химии, то заботать какие-то отдельные темы для ДВИ для вас не составит никакого труда. Используйте рекомендованную литературу. Опять же, все пособия вы можете найти в интернете. Распланируйте свои дни, распланируйте темы, которые вам нужно выучить, отработать по дням. Распланируйте всю практику. Вы должны прорешать как можно больше вариантов. И всё, вот такая вот самостоятельная подготовка. И я уверена, что самостоятельно, конечно же, тоже можно подготовиться. Помимо этого, в прошлом году мы с ребятами вместе разбирали всевозможные задания из ДВИ по химии прошлых лет и разбирали ещё параллельно какую-то теорию, которая требуется для экзамена. Сейчас где-то здесь появится ссылка на этот плейлист, поэтому это ещё одна классная возможность самостоятельно подготовиться к экзамену. И, соответственно, используйте эти видео для того, чтобы разобраться с какими-то вещами, что-то вспомнить, что-то обобщить и так далее. Помимо этого, на канале дистанционных курсов химического факультета есть разборы некоторых вариантов ДВИ от преподавателей химфака. Тоже очень классная возможность что-то повторить, что-то вспомнить, изучить. Помимо этого, я советую ещё посмотреть разборы, допустим, заданий Ломоносова. Потому что, честно, Ломоносов по уровню примерно такой же, как ДВИ. Если вы вдруг готовились к Ломоносову, да, или участвовали в Ломоносове, ну, допустим, вам всё равно пришлось задавать ДВИ, ребят, мне кажется, вы уже подготовлены, потому что, ну, реально, ДВИ по уровню очень сильно похож на Ломоносова, но, может быть, чуть-чуть попроще. Но, на самом деле, они плюс-минус одинаковые, поэтому, знаете, совет будущим 11-классникам. Готовьтесь к Ломоносову, потому что, если вы затащите Ломоносов, то, соответственно, ДВИ вам в дальнейшем не нужно будет уже сдавать, потому что победители Ломоносова, они имеют право вступления на химический факультет без каких-либо дополнительных вступительных испытаний. В этом году я, опять же, планирую сделать открытые бесплатные стримы по разбору вариантов ДВИ прошлых лет. Как мы делали это в прошлом году, в этом году мы прям 100% опять соберёмся. Если у вас есть какие-то знакомые, друзья, которые готовятся к поступлению в МГУ, им нужно сдавать ДВИ по химии, расскажите им о этой классной возможности. Да вообще, в принципе, эти стримы, они будут, опять же, для любителей химии, потому что мы будем решать более сложные задания, которые обычно мы с вами не решаем. Но, мне кажется, это прикольно, в том числе для общего развития, и это очень, в том числе, будет полезно для ребят, которые планируют участвовать в Олимпиадах. Причём, неважно, какой класс, 9-й, 10-й, 11-й класс, это подойдёт для всех-всех-всех, потому что, в принципе, задания там относительно базовые. Но, помимо всего этого, в этом году мне поступило какое-то невероятное количество вопросов по поводу того, есть ли у меня какие-то более расширенные курсы подготовки к ДВИ по химии. Никогда у меня не было никаких курсов подготовки к ДВИ по химии. В этом году я решила, что если вам они требуются, я сделаю такие курсы. Что эти курсы в себя будут включать? Они будут включать примерно 8-9 занятий по 2-2,5 часа, на которых мы с вами подробно разберём теорию по физической химии, какие-то особые моменты органической и неорганической химии, а также порешаем основные типы заданий по тем или иным темам, которые встречались на ДВИ прошлых лет. Вы меня буквально уговорили сделать подобного рода курс, потому что я уже планировала после ЕГЭ просто чилить, ничего не делать, ничем не заниматься, кроме каких-то там своих химфаковских дел. Но если вам это действительно нужно, я понимаю, что бывают ребята, которым нужна некая помощь, нужна некая рука помощи, некое плечо, которое помогло бы им подготовиться. Потому что, конечно, все эти открытые источники — это классно, но всё равно нет человека, который бы отвечал именно конкретно на ваши вопросы, которые у вас возникают при решении тех или иных заданий. Поэтому это хорошая возможность как раз-таки для ребят, которым нужна такая помощь, что, может быть, вы всё-таки не чувствуете в себе настолько много сил и уверенности подготовиться к такому сложному экзамену самостоятельно. Тогда приглашаю вот на подобный курс. Сразу хочу сказать, что этот курс, он в принципе подходит не только для ребят, которые планируют сдавать ДВИ, они также подходят для любителей химии, и также подходят для ребят, которые хотят участвовать в олимпиадах, потому что мы будем разбирать уже задания на порядок выше, на порядок сложнее, и очень сильно мы с вами проработаем как раз-таки физическую химию, потому что, опять же, это самое сложное. Этот курс не подходит для тех ребят, у которых совсем нулевые знания по химии. К сожалению, мы не сможем за 8-9 занятий разобрать с вами с нуля химию, и ещё и захватив более сложные темы, захватив более сложную теорию для ДВИ. Поэтому, как минимум, средний уровень знаний, уровень знаний ЕГЭ по химии у вас обязательно должен быть. Если вдруг вы в 10 классе, у вас должны быть хорошие знания по органической и неорганической химии, школьные знания, а по физической химии мы практически с нуля всё с вами обсудим. В принципе, это подходит даже для тех ребят, которые не планируют участвовать в олимпиадах, но будут задавать ЕГЭ в следующем году. Как мы знаем, в ЕГЭ в следующем году как раз-таки будет уже содержать в себе какие-то сложные задания по физической химии, чтобы уже вот сейчас вот прям разобраться в этих заданиях. Тоже можно будет походить, поучаствовать в таком вот курсе более продвинутой химии, для более продвинутых химиков. Если вы заинтересовались, сразу скажу, что группа будет супермаленькой, до 10 человек, потому что буду курировать, преподавать, отвечать на вопросы лично я. И если будет больше народу, то, к сожалению, я просто не вывезу отвечать на ваши вопросы, потому что, как вы понимаете, вопросы там более сложные. По-любому мы будем с вами проводить всевозможные консультации, какие-то дополнительные занятия, чтобы разбираться с какими-то вопросами. И что самое главное, занятия будут проходить не на Ютубе. У нас будет личное общение, поэтому должна быть какая-то мини-группа, занятия будут проходить на платформе Zoom. Если вам нужна такого рода помощь, то пишите мне в личные сообщения ВКонтакте. Я отправлю вам план курса, я отправлю расписание, время и дни занятий. Конечно же, я расскажу о стоимости подобных занятий. Стоимость однозначно будет меньше, чем какие-то индивидуальные занятия у репетиторов. И даже меньше, чем курсы от химического факультета МГУ, чтобы у всех была возможность поучаствовать, поподготовиться к такому экзамену. И попытать свое счастье в поступлении на химический факультет МГУ. Так что пишите в личные сообщения ВКонтакте, не стесняйтесь, я отвечу на все-все ваши вопросы. Какие-то, может быть, дополнительные вопросы у вас возникнут. В общем, пишите. Как только у нас такая группа 10 человек наберется, примерно 10 человек, может быть и меньше, то мы начнем с вами заниматься, исходя из расписания. Это уже совсем-совсем скоро будет. То есть я набираю буквально в течение этой недели, и со следующей недели у нас уже начнутся занятия. Ребят, еще был такой вопрос. А если вдруг я планировал поступать, допустим, на химический факультет МГУ, или я планировал поступать на фундамент, но вот так получится, что количество баллов за ЕГЭ будет не очень высоко, есть ли смысл готовиться к ДВИ? Конечно, есть. Потому что баллы за ДВИ могут компенсировать нехватку баллов за ЕГЭ. А если вдруг так получается, что даже если вы ДВИ сдадите на 100 баллов, то в итоге вы все равно не перейдете этот порог. Стоит ли готовиться к ДВИ? Я считаю, что все равно стоит. Потому что что будет с проходным баллом в этом году, вы не знаете. Может быть, конечно, каким-то чудом эти баллы не понизятся, хотя, конечно, маловероятно. Но, допустим, может быть, вы не поступите в первую волну, а вдруг вы поступите во вторую волну, и все равно все получится. Но без ДВИИ, конечно же, это точно не случится. Поэтому мне кажется, что надо обязательно попытаться. В любом случае попытка не пытка. Даже если вы будете углубляться в какие-то отдельные темы химии, если вы порешаете задания какие-то. В общем, для вас это же будет только плюсом. Вы только будете развивать свои мозги. Это никаким образом не будет для вас минусом. Даже если так получится, что что-то пойдет не так, что-то пойдет не по плану, но все равно вы будете победителем. Потому что вы будете развивать, самое главное, свои мозги. Будут образовываться какие-то новые знания. Как мне кажется, это самое главное, что вообще, в принципе, должно оставаться после любого обучения. Ну а в дальнейшем хотите вы поступать в МГУ? Может быть, вы передумаете. Вдруг у вас что-то такое ёкнет в сердечке, что вы не захотите. Ну и ладно, зато вы останетесь со знанием. И, ребят, я знаю очень много примеров ребят, которые действительно за довольно-таки краткие сроки, за буквально там месяц или даже меньше месяца готовились к ДВИ, или там по биологии, по химии. И поступали в итоге на бюджет в МГУ. И теперь они являются успешными студентами всевозможных разных факультетов. Если вдруг у вас какие-то остались другие вопросы, касающиеся ДВИ, или, может быть, еще какие-то вопросы возникли, обязательно задавайте в комментариях. Совсем скоро у нас придут результаты ЕГЭ по химии, и мы с вами это тоже обязательно обсудим. Буду рада, если вы меня поддержите вот в таком вот начинании курса по ДВИ, потому что это, конечно, не ЕГЭ, и это определенный стресс для преподавателей тоже, потому что уже нужно рассказывать о каких-то более тонких, сложных материях. Но надеюсь, что у нас все получится. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!